Можете назвать хотя бы одну причину, по которой это кино нужно посмотреть человеку, который не знает, кто такая Цветаева? А поверьте, вот тинейджеры, которые являются основными потребителями кинопродукции, могут не знать, кто такая Цветаева. Можете назвать? Да. Самовоспитание. Ух, вы просто сейчас напугали всех тинейджеров. Нет, ну тинейджерам почему? Дело в том, что человек... Я понял, что ваша картина не для тинейджеров. Нет, вы знаете, я сейчас вам скажу другое. До того, как мы начали снимать эту картину, и когда я еще писала тот свой сценарий, я же не сидела просто так и писала, я чего только не делала. Как раз в надежде понять, в попытке понять, тинейджерам это надо или нет. И однажды мы на канале «Столица» сделали круглый стол, который длился почти полтора часа, где было огромное количество зрителей, и в частности было много тинейджеров. Как раз мы разговаривали о Цветаевой, там читали стихи Цветаевой, и мы у них как раз и спрашивали. Понятно, что у них она есть в программе, и поэтому уже, собственно, одно это... Ну и какого резюме, какой? Сначала они были настроены отрицательно. Я думаю. Вот, но послушав стихи ее в хорошем исполнении, они немного все-таки изменили свою точку зрения, сказали, что да, пожалуй, и как бы послушав, в общем-то, саму хотя бы биографию ее. Нет, биография там, то, что называется, зачетная. Да. Вот, про стихи есть разные мнения. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует... Продолжение следует...